В стадии формирования речи, это у логопедов, это так называется, вокализованная речь. Ребенок говорит медленно и протяжно, потому что у него формируется механизм дыхания, который обеспечивает равногромкость гласных. Вот как у певца равногромкость гласных, потому что идет осознанная, постоянная подача дыхания. И стабильность гортани, и стабильность глотки, ну и так далее. Вот. Точно так же ребенок, формируя этот механизм, который был открыт еще в 50-е годы Николай Ивановичем Жинкиным, что оказывается наша трахея и бронхи, гладкая мускулатура, вместе с диафрагмой, постоянно меняет давление под голосовыми складками в зависимости от произношения гласного. Потому что на гласный А требуется меньше всего давление, и он громче всех. На гласные ЭО еще побольше, на ИУ совсем много надо. И поэтому, если будет давление одинаковое, А будет выпирать, ЭО будет потише, а ИУ будут едва слышны. И поэтому мускулатура постепенно формирует с детства вот эту смену давления. Это происходит очень быстро, автоматически, потом уже у взрослого человека. Ну а певцы этому обучаются уже несколько по-другому. И, собственно, профессиональная речь, ораторская, лекторская, сценическая, на самом деле это речь певческим голосом. Речь певческим голосом. К сожалению, вот эта речевая культура, театральная, сейчас в основном утеряна. Почему? А режиссеры не любят это. Они говорят, ну это неестественно. Ну хорошо, давайте говорить, а что вообще в искусстве естественно? Искусство, что такое искусство? Искусность в искусственности. Вообще, того, чтобы в театре было что-то непонятное, это было просто невозможно. Потому что люди разговаривали профессиональными голосами. Ну а потом все это как-то ушло. Театры стали маленького размера, режиссеры стали требовать естественности. А эта естественность превратилась в то, что говорят, простота, которая хуже воровства.